Как соблюдаются права работников Чувашии, насколько часто выявляются нарушения и в каких случаях стоит обращаться к прокурору. Об этом речь в новом выпуске программы «Правовое поле». Она выйдет в эфир завтра в 20.00. 2013 год. Юбилейный для спецподразделения Министерства внутренних дел. Сегодня с 20-летием поздравляли бойцов и офицеров отряда мобильного особого назначения. Так теперь называется легендарный ОМОН. Хорошо, что в процессе реформирования историческое название ОМОНу все-таки сохранили, заметил министр внутренних дел Сергей Семенов. Привычно вам, прежде всего, всегда дорожили этим названием и знали вас по вашим делам и поступкам населения нашей великой страны именно как ОМОНовцев. Формирование ОМОНа пришлось на лихие 90-е, когда на фоне политических преобразований обострилась и криминогенная ситуация в стране. В Чебоксарах, Новочебоксарске, даже в сельских районах возросла уличная преступность. Участились массовые драки. Кроме того, спустя всего два года после создания отряда бойцы выехали в первую служебную командировку. Всего же их было 45 и все в неспокойные регионы. И сегодня 30 человек несут службу в Чеченской республике. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, 132 сотрудника отряда награждены государственными наградами России. Двое из них посмертно. Сегодня отрядная копилка наград пополнилась. ОМОНовцы в очередной раз продемонстрировали, что каждый из них на своем месте. А все они – бесстрашные и универсальные стражи правопорядка. Когда сильное общество, меньше будет вопросов для всех нас с вами, прежде всего для вас, чтобы вы жили тоже в мире и согласии, чтобы всегда возвращались со службы живыми и невредимыми. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика.